всем привет наши дорогие подписчики и гости нашего канала сегодня 9 марта посмотрите какое у нас доброе снежное утро вот такая на улице красота сейчас сидели завтракали анюта смотрит в окно и как закричит смотрите какой снег правда хлопья огромные ладно всем хорошего дня отличного настроения никуда не уходите оставайтесь вместе с нами время час мы пообедали дети там смотрят телевизор сашуля пошел в баню ремонт продолжается но потом обязательно выйду и покажу чем он там занимается а я хочу сейчас приготовить салат сашуля меня прям очень с утра просила его приготовить но мне честно сказать была лень такая его готовить но потом подумала дети его очень любят я тоже люблю но и в итоге как вы видите поставила я отварила куриную грудку домашнего бролера нашего бульон такой желтый наваристый оставила завтра я наверное ну завтра или может быть сегодня вечером отварю суп домашние лапши там сыр пекинская капуста помидор и еще нужны сухарики но я не люблю именно магазинные сухарики хотя они у меня есть мне больше нравится когда домашний хлеб просто порежешь на кубики обжаришь но просто не салата объедение какое-то как сейчас говорят отвал башки вот и я всегда обжариваю кто-то любит в духовке но это наверное кому как больше нравится вот я всегда обжариваю и что вы думаете вчера недолго нас радовали шарики хотя сказали купите подороже как сашуля сказал там смазка какая-то и тогда они будут висеть там чуть ли не целую неделю но вчера они все просто уже поздним вечером ночью упали на пол и вот сами видите вот такие вот просто они уже стали хотя и вчера в принципе они тоже были небольшие и либо у нас я не знаю правильно не могут сделать когда мы покупали в мичуринске шарики висели очень долго они были намного больше и висели долго а хотя цена ну одинаково там на 10 рублей дороже не больше и вот все время когда прохожу в этой комнате любуюсь просто этим шариком и хочу сказать всем большое спасибо за ваши пожелания поздравления добрые слова мне безумно было приятно читать и вообще что вы неравнодушны и всегда идете ко мне на встречу есть от вас обратная связь делитесь своими тоже подарочками какими-то жизненными ситуациями у кого-то родилась внучка внук все там вас дружно поздравляем правда я безмерно вам за это благодарна и что вы думаете цветочки то наши тоже завяли еще вчера вот именно ромашковая хризантема вот что с ней стало розы пока нас радует и вчера они были такие ароматные сегодня пахнут но уже не так и видимо вчера один листочек все-таки прихватила морозом я его обрезала он видно или нет потому что он вообще весь заявил сжался но я просто забыла показать его теперь жду от вас советов ваших эксперты цветоводы по домашним цветам жду пишите когда его нужно пересадить вот такой красивый цветочек женское счастье есть его теперь мужское у меня тоже счастье есть ну и кактус я даже не знала что его просто покрасили я думала такой необычные вправду кактус как сашуля сказал с марса я уже давно хотела купить с анютой но как-то мы говорили об этом наверное услышал и вот подарил и я вообще так смеялась рассказывал говорит пришел цветочный магазин а там такая очередь только мужчину все как обычно в последний день и все стояли волновались переживали что им не достанется цветов уже было очень мало и вот сашуля говорит как дошла до меня очередь говорю мне розы 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 хризантемы и жене кактус все как начали смеяться я говорю ну вот разрядил там немножко обстановку так что мужчины молодцы конечно у нас радует нас балуют удивляют им за это большое спасибо мы тоже их очень любим и стараемся во всем угодить радовать поддерживать и баловать ну и держать так сказать в ежовых рукавичков и в рукавичках и забыла я вчера еще показать что наташа подарила анюте вот такую красивую сумочку под ее летние платьица вот куда-нибудь поедем закинет туда телефон блеск для губ и пошла мадонна такие красивые резиночки белые и конечно же тени детские вот а сашуля подарил набор я вчера просто вблизи уже не стала показывать все бегом такая объемная аппликация будем потом все дружненько вместе делать и повесим в бане когда он уже у нас там будет закончен ремонт тут гипс дерево форма для заливки краски интересная да я думаю что будет поделка набор для детского творчества ну много вчера было подарочков конечно внимание и кто-то там тоже писал комментариях побольше бы в году праздников для женщин 8 марта до желательно хотя бы три раза в год да но вообще конечно надо чтобы мужчины нас радовали не только в праздники но и простые дни ладно все меньше болтовни идем на улицу сейчас посмотрим что там и будем начинать готовить салат вышла я на улицу все-таки сходить в баньку посмотреть чем там занимается папа наш и альфуша там выглядывает у нас сегодня как-то все равно пасмурно и ветрено но альф уж видимо тепло он загорает сидит на солнышке в баньку порядочек наводишь надо было дверь открыть чтоб вся пыль на улицу а то дышишь тут пылью отремонтировал болгарку получилось нет для ремонта сейчас болгарка нужно маленькая я уже думала новую надо будет покупать просто сплавилась без плавного запуска да а так плавно так же да все это вот у него большая видите болгарка что а вот вижу провел работает теперь 33 ну пойдем включай показывай вчера у нас там был ресторан и луна и звезды сегодня просто русская баня в которой продолжается ремонт кстати читала там уже комментарий сошел все тебя хвалят как-то о чем пишут как ты можешь удивлять такие необычные делать подарки наверно я вот и влюбилась поэтому завоевал меня супер-супер слышал как супер с призы не ну ты покажи ты же дел но тут потом тоже да все это спрячется аккуратно но это все закроется вагонкой в дальнейшем планы у нас грандиозные потихоньку идем как черепахи да к своим целям медленно но верно ну включай не работает ну конечно прям так атмосферно здорово 1 2 и третий ну красота конечно да получается кстати мы думали о том чтобы провести какую-нибудь подсветку цветную ну сашуля сказал что не надо вот эта вся билиберда баня должна быть баней и как можно меньше проводов электричества этого вполне достаточно но я потом да с ним согласилась ну и думаю что он прав да вроде бы смотришь осталось совсем чуть-чуть совсем немного но все равно еще работы предстоит много печь доделать трубу дверь установить здесь парящие полки установить в общем скоро совсем прям я думаю скоро будет тут красота ладно я захожу домой буду делать салат сейчас мусор вынесет как раз придет и и салатик будет готов удивим он тоже сейчас будет в таком приятном шоке и дрова там оставили хотели шашлык жарить но в итоге передумали и таки ты было достаточно и никто не хотел поэтому ели голубцы окрошку картошечку пельмени тоже были в заморозке еды хватает а вот сегодня думаю так хочется просто съесть чего-то жидкого супчик супчика хочется ну и еще раз хочу сказать продолжаю читать тоже спасибо вам большое за ваши добрые слова я думаю что сашуля обязательно завтра тоже не завтра почитает комментарий когда будет на работе и у него будет время так а мы сейчас после обеда не знаю собираемся сходить в центр но потом все покажу вам расскажу и 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 я уже приготовила салат сашуля зашел поел счастливый такой не ожидал на очень он его хотел и посмотрите что сделал перенес лежанку на креслах и тут так сладенько теперь спит персик не знаю у нас котики не любят какие-то укромные места чтобы их не было видно, у них любимое место спальное, это наша кровать, либо на кровати у детей, и вот на кресле всегда Персик спал в зале, но сейчас кресло я перенесла сюда, и вот лежанку, как только он постелил, Персик сразу прибежал сюда спать, он растянулся, хорошо ему, балдежно, и Сашуля выключил свет дома, пошел делает там звонок, а то у нас не работает, а там Бусятка спит вам в кухне на полу, один Фикс у нас гуляет, сегодня все поменялось, Персик дома, а Фикс гуляет обычно, Персика просто дома не поймать, Красота Сашуля решил сегодня просто все отремонтировать, соловьи уже поют, звонок работает, поменял, Говорит, чтоб уже отстали от меня, ну правда, я все время напоминаю, так люблю подсветку включать, а она все, мырк-мырк, иногда когда долго работает светильник, потом нормально работает, но все равно это надо долго ждать, а так сейчас будет все работать, Ну я верю в тебя, что ты, Сашуль, всемогущий, все можешь, я ведь блочок уже давно купила, все, он там лежал, пылился и ждал своего часа, вроде бы казалось мелочь тут, ну сколько сейчас уйдет, 5 минут, чтобы это сделать, но не всегда находится время, и я хочу сварить нам кофеек, Просто я думал, тут надо запаять, а их окажется вручную скручивать. Просто прикрутить? Так ты рубильник выключил. Или ты не боишься? Тока. Давай, будем пробовать. А? Бусятка там развалилась на всю. Вау, ну что не пройти. В общем, кофеек сейчас нам буду варить. Варить поставила кофемолку, а забыла, что он выключил-то свет. Вот что, когда все... А ну попробуй, но щелкнет. Давай ты иди. Не знаю, я почему-то вообще боюсь, когда вот что-то сделает, и вот первое включать. О, все работает. Ура! Он не сразу же моргал. Нет. Видишь? Сразу? Да. Все, теперь буду работать с подсветкой. Всегда. И вечера наши будут проходить с ней. Так. Что теперь, кофе варить? Ты будешь, нет? Да будем, наверное, да, уже выходить, собираться в центр. Оказывается, видите, причина была в этом блочке. К нам, когда приезжал мастер, ну, кто делал потолок, посмотрел и сказал, что просто нужно поменять эту штуку, а не покупать сам весь светильник. И стоит там сто, по-моему, с чем-то, что ли, рублей. Ну иди, включи еще соловьев наших. Проверим. Работает, не сломалась. Может, это минутная, Сашоль? Было. О, все. Поет. Поет. Мне так нравится наш звонок. Да? Плюм-плюм, плюм-плюм. Ладно. А, давай, вставляй. Не страшно было, кстати? Все равно. Вдруг порвешь. Держи, вдруг. Не выключай. Нет, я имею в виду доставать этот светильник. Ну, оторвется. Легко. А то, мало ли, с потолком бы все вырвал. Вот, видите, сколько там у нас отступили от потолка. Ладно, все. Варим кофе вкусный в зернах. Варим кофе вкусный в зернах. Отпустил. Ой, там, подпустил. Ну, вообще так оно должно стоять, ее нельзя ботать. Может, там можно? Почему? Не страшно. Лицо у него было на подушке, а живой был на крыто-деяло. Лицо на подушке. Мы тут уже в центре, не знаю, как будет вообще меня слышно. У нас сегодня ветрено, прохладно, на дорогах такой страшный гололед. Гололед это тут разбили машинами уже, просто лужи и асфальт. А вот именно где такие улицы, где особо нет движения, там вообще просто все покрыто зеркалом. Мы сейчас идем на Валберис, надо забрать заказ и также зайти на Озон, подать чайную пару, которая пришла с браком, вот. Ну и потом уже как будем дома, обязательно покажу, что купили. Все уже оделись весне, и Сашуля, и детей одели. Одна я уже в той белой куртке, наверное, отходила три сезона, и поэтому решила обновить. Тут так тихо, спокойно, никого нет. Все, наверное, отдыхают после тяжелого вчерашнего дня. Мужчины так особенно, наверное, нервничали, чтобы угодить своим вторым половинкам, всех поздравить, подарочки купить. В общем, отдыхают. Все. Сашуля решила со мной прогуляться, я вообще хотела пойти сама. Но пойдем вместе веселее. Да и давно мы так не гуляли. Папа наш уехал за Максимкой забрать его с дзюдо. А Анюта, смотрю, навела порядочек у себя в комнате, точнее, на столе. А то у нее там вообще все было заставлено и не показало, чем мы еще сегодня занимались. Заливали форму гипсом, и у нас получилась такая красивая белка, стрелка, грибочек. Она вот так должна стоять на грибочке. И тут, а вот золоди будут расти. Да, дочь, теперь вся ответственность на тебе, чтобы красиво раскрасила. Потом папа поможет приклеить, закрепить, как там правильно надо на этой деревяшке. И как ремонт доделаем в бане, повесим. А вдруг она упадет с дерева? Украшения прям папа сделает там хорошо, все закрепит надежно. Будет хорошо. Так, и сейчас пойдем мыть посуду. Дочь мне будет помогать. Я мыть. Да, да, хватит сидеть, отдыхать. А Анюта будет споласкивать. Вот, прибрала все, видите, в сумочку. Пригодила, пригодился подарочный пакет. Теперь у нее тут все лежит. И фломастеры, и вчера они просто на принтере весь день все с Максимкой распечатывали. Ну, интересная, конечно, штучка. Я вообще была изначально против. Ерунда такая, а нет. Да, сами и подарили тебе. Вот Максимка, например, с папой в кухне сидят, играют в шахматы, пока я там все прибирала. А тут Максимка сидит в кресле. Кстати, дочь-то его, наверное, как-то сфотографировала, да? Какой-то программой? Нет. Ну, тут как-то интересно лицо. У нас фиксальный фильтр. А, фильтр, ну я и думала. Лицо какое-то мимимишное, игрушечное. Поэтому это фильтр называется смутик. О, приехали. Все. Там еще блокнотики. Не надо блокнотик. Там вообще мама такая красивая. Нет, это гуся. Смотрите. Ой, я аж испугалась. Пришел наш дзюдоист. Как занятие прошло? Хорошо? Хорошо, сына? Да. Да. Много чувака дразнили. Дразнили. Ясно. Старший класс. Ясно. Максим, гусятка, мишка. Там что-то. Тут вот мама с папой там стоит, разговаривает. А меня подловили. Что? Ну ладно, что? Я там же в штанишках. И папа там такой, смотрите, грустный сидит. Теперь Анюта нас фотографирует. И мой папа Саша, моя мама Яна. Вот вообще весело и хохочет. Ну давай, все, ладно, переодевайся, сын. А мы пошли. Ой, соскучился, да? Ой, как соскучился. О, хрюшка. Ладно, идем на кухню. Поросюшка. Все, пошли мы теперь в кухню посуду мыть. Мои там играют в шахматы. А я пришла показать вам свои обновки к весне. От которых я просто в таком восторге. Безумно довольна. Все мне нравится. И, кстати, до этого тоже ничего не снимала. К нам Наташа приходила. Чай попили, поговорили. И, сами знаете, за разговорами вообще время пролетает быстро. И я себе ведь заказывала две куртки. И вот это самое пальто. Ну, когда примерила, Сашуля сразу сказал, берем. Это тебе так, янусь, красиво. И заказывала я все светлое. Вообще категорически не хочу черное, темное. Захотелось почему-то вот именно в этом году чего-то светлого. Ну, и у меня есть куртка тоже косуха черная. И я, когда увидела эти кроссовки, просто в них влюбилась. Это просто моя любовная любовь. Мне кажется, они просто подойдут под любой стиль одежды. У меня есть косуха и есть такие кроссовки. Я же говорю, в черном цвете. Точно такие же, только тут черные. И подошва тоже белая. Это кожа. И вообще в этом году я себе все купила, потому что вообще те года ничего не покупала. В том году мы Анюту одели полностью, купили ей и сапожки, и куртку. Сашуля мы купили ботинки тоже кожаные, кроссовки. Вот в этом году куртку. А себе, получается, я ничего не покупала. И поэтому в этом году я приобрела себе все. И кроссовки, и пальто, и шапку. Вот. В общем, вот такие. Они очень легкие, удобные. Не знаю, мне нравятся. Такие прям модненькие, стильные. И пальто стеганое. Здесь, видите, кнопки. Не знаю, камера не передает. Наверное, цвет такой благородный, что ли. Ну, красивый, приятный. Мне кажется, мне он тоже к лицу. Тут кнопки, воротник. Можно сделать вот так. Еще есть такое же пальто, только с капюшоном. И уже без этих вставок. Есть без капюшона. Точно такое же, только уже без этой вставки. В общем, расцветки тоже разные. Ну, я захотела взять в бежевом цвете. Пояс, карманы. Смотрится и с поясом красиво. И так ровненько. И как ни крути, все равно на улице где-то будет ветрено, прохладно, дождь. И взяла я себе вот такую шапочку вязаную. Она очень легкая. И мне нравится, что не сдавливает голову. И так свободно вообще сидит на голове. Мне понравилось. Ну, сейчас, ладно, примерю. Все вам покажу. Ну, тоже будет интересно почитать комментарий. И вообще, у меня постоянно куртки какие-то более, наверное, спортивного вида были. И нет, хотя у меня была в том году такая накидка, как пальтишко. Но это не пальтишко, а просто как кардиган. Впервые я беру себе что-то такое строгое. Ну, а что, взрослеем. И поэтому надо, наверное, соответствовать и одеваться своему возрасту. Вот. Так что сейчас, ладно, примерю. Покажу. Всем привет. Я тут стою уже счастливая, как слон. Примерила свой весенний наряд. И показываю себя вам уже в полный рост. Конечно, да, я знаю, что на вкус и цвет товарищей нет. Все мы с вами одеваемся по-разному. Но я безумно счастлива, довольна. И просто в полном восторге от своего выбора. Очень мне нравится шапка. Она, посмотрите, какая легкая, ничего не давит, мне не жмет. Немножко она отличается по цвету. Все не сливается. И воротник можно сделать вот так. Если будет на улице прохладно, можно купить какой-нибудь тоненький шарфик. Мне кажется, в принципе, хватает водолазки. Пояс. Я примерила с поясом, но можно и без него утянуть посильнее. Я прям совсем слабо его завязала. Завязала. Вот, можно и так. Мне даже так нравится больше. А вам как больше. С поясом, без. И обувь. Обувь это вообще просто мое все. Еще сумочку себе какую-нибудь закажу. Такую вот на бок. И будет полный комплект. Мне кажется, мне идет. Не знаю, дети тоже сейчас увидели. Максим, мам, тебе так красиво. Не знаю, вот я, бывает, что-то куплю, и мне особо нравится. Они всегда об этом говорят. Как-то вот тебе что-то не так, что-то не то. Вот у тебя было то, тебе шло лучше. А если увидели сразу все ох-ах, значит точно красиво идет. Вот видите, даже расстегнуло. Если жарко, душно. Вот. Непривычно, да? Меня видеть в таком пальто. Обычно все спортивное. А тут прям леди. Все, ладно, покрасовались, хватит. Теперь идем на кухню, мыть посуду. Не кусай, тебе худеть надо. И не мягкай. Вот сидит козел. Нет, вот сидит. Смотри, козел. Ладно, вот сидит под елочкой. Вот сидит под елочкой. Вот бандит сидит под елочкой. Идет, когда снегурочка взлетает, сидит на мир. Вот, бежит снегурочка, летает, сидит на мир. Еще одна секундочка, и елочка взлетит. О, ты все ловишь! Ловишь! Ловишь, ловишь, ловишь. Вон, как у тебя у тебя пузя. Тут, тут, здесь, тадам! Обижай, пузя. Я же не хотел тебя на коленки посадить. Ты че корябаешься? Буська тебя корябает? Да, я ее хотел на коленки положить, а она корябнула. Значит, буська. Бандит? Нет. Видимо, нет? Нет. Значит, буська это злой корб. Нет. Буська это буська. Нет. Буська это котик. Нет. Буська не котик, ты собака что ли? Дома тишина, дети спят. Сашуля там ищет нам посмотреть хороший фильм, а на меня нахлынули воспоминания. Принесла коробочку посмотреть открытки, которые дарили дети. Ну и убрать открытки, которые я получила от них на 8 марта. И сколько тут всего яркого и интересного я нашла. Да, уже давно я сюда не заглядывала. Тут и подделки, и открытки, и пожелания. О, даже Сашулина открытка тут есть. С днем Святого Валентина. Точнее, Валентинка. А дарила мне ее, смотрите. 14.02.20. Помню, проснулась, он на работу ушел. И меня на столе ждала такая красивая Валентинка. Такой вот букет тюльпанчиков. Красивый. Вот папе. Тут с 23 февраля папина. В общем, о, сколько всего смотреть, не пересмотреть. И нашла еще я газеты, которые мы тоже храним, когда жили в Казахстане. Фотографии тут детей. Благодарственное письмо, уважаемый Александр Николаевич. И вот те самые газеты. Давайте посмотрим. Может быть, кто не видел кому-то. Интересно. Я периодически посматриваю, какие мы там были. Молодые. Вообще. Молоденькие, молоденькие. Кстати, смотрите, узнали. Это Александр Николаевич на наурыз. Тянут они канат. Тут за ним Сергей. Вот стоит Наташа. Надо сфотографировать ей и отправить. А это такая маленькая Танюшка. Еще не было. Андрюшки, Игорька. Вот такое замечательное фото. И год 2018. А в 2019 мы уехали в апреле. Еще одна газета. 2014 год. Вот мы. Я как раз родила Анюту. Смотрите, какие мы тут счастливые. Рыдаем. От счастья. Сашуля тут такой вообще прям мальчик. Такая у нас. Ой. Газета имеется. И еще одна газета. Сашули с работы. Вот он. Это его коллектив. В Казахстане он проработал. В ГКП Улан 5 лет ровно. Вот стоит в рубашке. В галстуке. Там должна быть парадная форма была. Наглаживала ему рубашки, брючки. Вот так вот посмотрела. Прям как-то на душе так стало тепло. А тут у нас еще имеется тетрадочка. Отчет 2014. Мы сажали картофель. Собирали вишню. Ягоду. Продавали. И вот Александр Николаевич, бухгалтер, все вот видите вел. Все записывал. Каждую копеечку считали, контролировали, сколько заработали, куда чего. Но это интересно. И вот тоже ее храним. Так, ну и ладно. Все. Немножко поностальгировали. И буду отключаться. И вообще напишите, какие вы вещи храните. Что у вас есть. Будет тоже интересно почитать. Может быть что-то возьму себе на заметку. Ну и все, наверное, мои дорогие. Завтра увидимся. Поэтому всем пока. До встречи. Не забывайте поддержать нас пальчиком вверх. Вам не сложно, а нам приятно.